Ну что ж, вот и добрались до севичи. Рецепт совершенно классический, но не считая некоторых мелких авторских вливаний. В общем, смотрите и, если что, задавайте вопросы в комментариях. Севичи это блюдо из рыбы, из сырой рыбы, которое быстро маринуется в соке лайма. Ну, по сути, в грубом смысле этого слова. Значит, лучше всего выбирать рыбу, которая будет вкусная. Что я имею в виду? Не берите вонючие сорта рыб, треска, пикша, всякие камбалы и так далее. То есть, берите что-нибудь такое. Или лососи, или вот такую вот белую рыбу, например, сибас, или дорадо. Ну, то есть, то, что имеет сладковатый, приятный привкус, после чего у вас не будет отвращения к этому прекрасному блюду, которое появилось в Перу. Ну, во всяком случае, так нам гласит история. И многие гастрономы отдают именно страну рождения севичи Перу. Вот, поэтому вся Латинская Америка с удовольствием есть. Это чудеснейшее блюдо, и не только Латинская Америка, и весь мир его ест. И я хочу вам сказать, что даже в Москве есть места, где подают севичи. Итак, я на рынке попросил, чтобы мне зачистили филе сибаса от косточек и так далее. Я вынул сейчас вот при вас центральную часть. Здесь у нас располагаются у сибаса косточки. Глядим, чего нам не хватает. Отрезаем все лишнее и начинаем нарезать рыбу. Для севичи она нарезается тонкими пластинами. Почему? Для того, чтобы она лучше промариновалась, но и быстрее. Соответственно, мы берем и просто срезаем с кожи вот такими пластинками и отправляем сразу ее в чашку, в которой мы будем ее мариновать. То есть, у нас получаются вот такие тонкие ломтики. Они у нас довольно быстро промаринуются, и мы получим готовое блюдо в течение 3-5 минут. Изначально севичи готовили из разных видов рыб. Но также его можно готовить из морепродуктов. То есть, из креветок, из кальмаров, даже осьминогов. Но только кальмаров и осьминогов предварительно отваривают. Потому что, как бы мы не мариновали осьминога, во-первых, он будет резиновый, во-вторых, конечно же, он будет пахнуть рыбой так сильно, что вам навряд ли понравится он в таком виде. Креветки, конечно же, должны быть свежевыловлены. Рыба должна быть вся свежевыловленная. Я имею в виду, что, конечно же, сибас у нас тут в Подмосковье не ловится, но это должна быть охлажденная рыба, хотя бы охлажденная. Свежая, вкусная, хорошая рыба. Если вы на рынке выбираете, и она воняет, и вы понимаете, что она уже старая, никогда не берите эту рыбу, тем более для севичи. Конечно, люди, которые побывали в Перу, в Мексике и в латиноамериканских странах, в Бразилии, приезжают и говорят, ребята, да вы что, да вы вообще готовите не севичи. Да как же это, оно совсем-совсем другое. Безусловно. Во-первых, в каждой народности приняты определенные ингредиенты. То есть, например, в Мексике севичи обильно заливают соком лайма. Обильно. То есть, поглядев в чашку, где маринуется рыба, можно задать вопрос себе. Блин, ребята, это что, суп? То есть, они полностью покрывают. Конечно, русскому человеку такое обилие кислоты не характерно. Конечно, можно приехать в отпуск и попробовать севичи и сказать, типа, ребят, ну классно, мы же везде пробуем в каких-то странах какие-то определенные вещи и нам нравится. Но в России, конечно, мы делаем адаптированные варианты, так же, как и мы индийскую кухню адаптируем под Россию и так далее. Потому что индийская кухня очень пряная, например. Так же, как и латиноамериканская. Они используют цедру лайма в севиче, например. Может быть такой вариант. Обязательно чили перец. То есть, в некоторых странах и в некоторых ресторанах используют очень-очень сильно острый перец. Теперь мы должны добавить сюда обязательно перец. Перец, перец черный, добавляем. Добавляем сюда черный перец, он даст дополнительную ароматику. Обязательно соль. Соли не жалейте. Потому что часть соли останется в соке лайма. Но при всем при этом нам нужно быстро промариновать рыбу. Что делаем с кинзой? Нарезаем стебелечки вот таким образом. А вот листочки пока оставим. Стебли все отправляем сюда же. Это все должно вместе промариноваться и дать рыбе тот самый характерный вкус. Лимон. Ну а почему не лайм? Да потому что лайма не было, я поэтому использую лимон. Так, поливаем соком лимона. Прямо обильно поливаем. И есть еще один маленький нюанс. А давайте-ка возьмем мандарин и добавим сюда еще сока мандарина. Мандарин сладкий. Добавляем мандарин. Оп. То, что не попалось, съедаем. Лук в севиче должен быть обязательно. В Латинской Америке и в оригинальном рецепте севиче, если такой существует, потому что их на самом деле очень много рецептов, очень-очень много. Должен присутствовать красный лук. Красный репчатый лук. Но, вы знаете, сейчас зима. И я предпочитаю более мягкий лук. Зеленый. Потому что, во-первых, он не такой ядреный, как красный. Во-вторых, ну, зеленый мягче будет, вкуснее будет кушать. Так. Теперь масло. Что мы делаем? Мы добавляем немного оливкового масла. Потом я добавляю лично, по своему вкусу, масло с ароматом базилика. Зеленого базилика. И каплю красного тайского масла. Для остроты и для пикантности. Итак. Удобнее всего это блюдо мешать палками. Перемешиваем тщательно, для того, чтобы она вся промариновалась. Я всегда, когда делаю блюдо, у меня аж слюна течет. Потому что, ну, во-первых, это вообще самое мое любимое блюдо. А во-вторых, это вкусно. Это реально вкусно. Обязательно пробуем. Как мы поймем, сколько соли, если... Перфект. Перфект, друзья. Вот такое шикарное перуанское севиче с московским акцентом. Я вас уверяю, приготовьте по своему вкусу, доведите все это. Кислоту, соль, остроту. И у вас получится шикарнейшее блюдо. Шикарнейшее, вкуснейшее блюдо. Приятного аппетита. Мне пора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова